Куда пойти учиться? Этот вопрос рано или поздно возникает у всех школьников. Помочь с выбором предлагают в авиационном колледже, где вместе с представителями центра занятости рассказали о перспективах разных профессий. Профориентационное мероприятие «Мое профессиональное будущее» в авиаколледже проводится в этом году впервые. Его цель – ознакомить школьников с особенностями разных профессий и помочь определиться с выбором. Это очень важно – сориентировать детей, чтобы они заранее сориентировались, чтобы они не метались в выборе, а заранее определились, в каком направлении они хотят двигаться и пошли своим силам, своим возможностям, своим желаниям учиться. От правильного выбора профессии молодым человеком зависит не только его востребованность на рынке труда, но и его благосостояние. Это же не секрет. Вот поэтому мы сегодня и собрались обсудить направление нашей работы, обсудить наши общие проблемы в этом вопросе. Кроме преподавателей колледжа и работников центра занятости для будущих абитуриентов, также выступили и представители потенциальных работодателей предприятий «Ивченко Прогресс» и «Мотор Сич», которые рассказали о перспективе работы в авиапромышленности. Прежде всего рассказываем о стабильности, о том, что их ждет после того, как они закончат школу. Потому что у нас большой опыт работы с людьми. Мы видим, на какие надо специальности учиться, на каких специальностях. Мы гарантируем трудоустройство, где учиться, где проходить практику. И уже учеников школ ориентируем на то, чтобы они уже задумывались о будущем месте работы. Многие из ребят, которые собрались в актовом зале авиаколледжа, уже решили связать свою жизнь с авиацией. Другие еще не знают, куда пойти учиться, но признаются, не исключено, что вернутся сюда в качестве абитуриентов. Я хочу конструировать авиационные двигатели, и поэтому я пришел сюда, чтобы ознакомиться с этой профессией. Я не решил еще с кем стать, поэтому я пришел в ЗАГ, чтобы послушать презентацию, вынесли для себя урок и может поступить сюда. Те же, кто пропустил профориентационную встречу, всегда могут узнать о специальностях в центре занятости или же непосредственно в выбранном учреждении.